ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Сейчас то время позади. Обновленная университетская клиника КФУ готова с комфортом принимать своих пациентов. Пятиэтажное здание, построенное в 1965 году, перешло на баланс университетской клиники КФУ в 2015 году, когда городское амбулаторно-поликлиническое учреждение номер 2 вошло в состав Казанского университета. Во время капитального ремонта рабочие заменили и усилили все несущие и ограждающие конструкции здания. Полностью заменили системы отопления, вентиляции, кондиционирования, воздуха, электроснабжения. Среди особенностей новой поликлиники, которую продемонстрировали президенту Республики Татарстан, Рустаму Миниханову уникальные организационные решения по специализированной диагностике, в число которых входит Центр эндоскопической помощи Эндос и Центр рентгеновской диагностики ЛУЧ. Здесь заработал современный компьютерный томограф, позволяющий проводить неинвазивные исследования сосудов сердца и виртуальную колоноскопию. Рустаму Миниханову также презентовали мобильное приложение «Универмет КФУ», с помощью которого можно записаться на прием к врачу. Татарстан стал пилотным регионом, где проходит опробация новых методов взаимодействия между университетом, обществом и медицинскими учреждениями. Почти за три года работы университетской клиники КФУ здесь удалось не только сохранить всю систему оказания помощи населению в рамках государственных гарантий, но и внедрить высокотехнологические медицинские разработки. Около 40 тысяч населения города Казани на сегодняшний день прикреплено к нашей поликлинике. Участковая помощь организована на 21 участке. В поликлинике из себя представляют пять этажей. Концептуально она была построена таким образом, чтобы человек маршрутизирован был достаточно эффективно, сокращал свои потери во времени от момента входа в поликлинику до получения медицинской услуги. Работает электронная очередь, которая позволяет человеку зарегистрироваться дистанционно, либо по мобильному приложению. Через интернет, через сайт госуслуг он может записаться, а также может записаться по телефону. Работает маршрутная карта со штрих-кодом, с которой человек может быстро, эффективно узнать свое место в очереди. И если он приведет ко времени, назначенному врачом или иным медицинским работом, то, в принципе, практически без какого-либо ожидания он попадает за медицинскую услугу. Здесь появились комфортные залы ждания, где пациенты поликлиники могут спокойно ожидать приема врача, отслеживая свою очередь по мониторам. Несмотря на то, что сейчас одновременно в поликлинике прибывает около 350 пациентов, как вы видите, в коридоре нет ни одного человека, ожидающего около двери. Все ожидающие находятся в зоне ожидания, в больших холлах, которые мы демонстрировали ранее. Комната врача приема пациентов выглядит светлой, стерильно-чистой и оптимально комфортной. Это первое, что приходит на ум, когда заходишь сюда. Но есть и невидимые глазу обычного обывателя весьма полезные технологические решения. Для пациентов с хроническими заболеваниями, которые не желают находиться в круглосуточном стационаре, работает так называемый дневной стационар. Мы находимся с вами в дневном стационаре. Это подразделение организовано для наших пациентов, тех, кто не изъявил желание лечь в круглосуточный стационар и хочет, пребывая дома, приходить на непродолжительный срок от двух до трех часов для прохождения комплексного лечения своих заболеваний. Как правило, здесь находятся люди с хроническими и вновь остро возникшими заболеваниями, которые не требуют высокотехнологичной медицинской помощи. Безусловно, реконструкция поликлиники коснулась и модернизации медицинского оборудования. С появлением нового оборудования появились и новые технологии, и новые возможности. Мы находимся в эндоскопическом центре, в поликлинике. Здесь работают три врача-эндоскописта, которые имеют наибольший опыт в больнице в работе в области гибкой эндоскопии. Они выполняют полный спектр гастроколоноскопии, то есть это исследования в области желудочно-кишечного тракта. Основная функция их заключается в том, чтобы предотвратить язвенные, воспалительные и опухолевые процессы в желудочно-кишечном тракте. Они проводят диагностику, а также консультируют еще двое врачей-гастронтерологов, которые дают рекомендации по лечению, по дальнейшему наблюдению. И, в общем-то, таким образом, по принципу одного окна, человек уходит с результатом. Здесь же, в поликлинике, если необходимо доздать какие-то анализы крови или другие биологические жидкости, это тоже возможно. В своей работе используем высокоточное современное доскопическое оборудование. Приоритетом нашей деятельности является, в первую очередь, это, конечно, безопасность пациента, как инструментальная, так и эпидемиологическая. И весь упор на высокоточную диагностику. За мной находится основная изюминка нашего центра рентгеновских методов диагностики. Это 128-срезовый компьютерный томограф. Очень производительная машина, которая позволяет нам сделать в кратчайшие сроки, практически в течение нескольких секунд, полное трехмерное изображение любого интересующего у нас участка тела человека. Также доступны кардиологические исследования, как я уже говорил. То есть мы можем посмотреть работоспособность сосудов сердца и любых органов систем, включая органы грудной клетки, брюшной полости. И это позволяет практически моментально человеку получить требуемые исконные ответы на вопросы, в том числе помогать врачу в установлении диагностики. Но помимо расширения возможностей диагностики и лечения для пациентов, в поликлинике проделана большая аналитическая работа по внедрению элементов так называемого бережливого производства. Речь идет об оптимизации организации рабочего места сотрудника, условий его работы. Грамотно организованный рабочий процесс сотрудников в конечном итоге приводит к повышению производительности труда и более качественному результату. Это еще одно организационное решение, на мой взгляд, довольно-таки оригинальное. Медсестрам тоже необходимо улучшать условия, чтобы они не несли никаких потерь при проведении различных процедур, уколы, системы и прочее вмешательства. И мы пошли по принципу на работе как дома. Значит, соответственно, у хозяйки дома главное рабочее место – это кухня. И вот мы по образцу и подобию домашней обстановки сделали рабочие места для медицинских сестер, процедурных, во всех процедурных нашей поликлинике такой организации рабочего пространства, где все под рукой. Находясь за таким рабочим местом, где все можно достать, не сходя с одной точки, то есть она стоит на двух ногах, и все у нее под рукой. То есть вот таким образом мы достигаем того, чтобы люди как можно больше сохраняли работоспособность, могли без усталости работать всю рабочую смену. Вот если вы можете посмотреть, то, например, даже вот это вот отверстие для отходов, оно прямо под рукой, не нужно никаких открывать специальных каких-то баков или ведер, и фактически сокращает время на то, чтобы подготовить инъекцию или системное вливание. Особую гордость испытывает в поликлинике в отношении нововведения, заимствованного из Японии по одновременному анализу крови нескольких пациентов в ходе прохождения ежедневных медосмотров. В ходе проектирования ремонтных работ мы постарались выяснить все узловые моменты, где идет напряженная работа персонала, там, где возникает недовольство людей с тем, как работа организована. И одним из самых напряженных моментов являлась процедура утреннего забора крови, когда люди натощак приходят сдавать анализы. И проанализировав ситуацию, мы поняли, что люди, которые под задержанием очереди, могут первый прием пищи в день осуществить около двух часов дня. То есть, поэтому было принято решение о том, чтобы увеличить производительность утреннего забора крови. И была поставлена задача, чтобы с 7 до 9 часов вся работа по сбору утренних анализов была окончена. Я думаю, что муки-капуру развиваются замечательно, очень красиво, аккуратно. И, мне кажется, для людей очень удобно. То, что по вызову, то, что так все хорошо, отблизованы. А в сущности у вас все? Да, все замечательно. Предельно вежливо, очень компетентно. Ну, как обычно бывает, дома до ремонта не очень хорошо, а после ремонта уже здорово. Вот то, что вот лифт работает, то, что оборудование новое, то, что все это эстетично. И кроме того, что эстетично, еще получается, что облегчение, вот то, что больной приходит, уже не нужно ему мыхаться, куда-то ходить, все уже определено. Ему только вовремя прийти и зайти к врачу. А не так, чтобы вот стоишь, там толкаешься, я давно пришел, а ты еще, тебя еще не было, и всякое такое. Редактор субтитров А.Семкин